Ну что же, мои дорогие завоеватели, сейчас я вам вкратце расскажу, как можно апнуть своего первого завика легко и просто. Те, кто хотел давно апнуть, но не знал как, играли в склады, в дуо, ничего не получалось. Но я вам расскажу, как его быстро всего апнуть. Это нам понадобится в соло и первое лицо. И самое главное, начало сезона. Потому что только именно вот в эти промежутки времени, прям очень активно люди играют. То есть, под конец сезона, под последние 10 дней, уже прям в катке стартуют очень плохо и слабо. Но всё же, под конец сезона можно немножко потренироваться от первого лица, всё же, ну, непривычно играть. Там вот, например, катки 2-3, падаю на подчинки, там убиваю ботов, привыкаю к управлению, там настрою моего под себя. Вы привыкнете, и тогда вы сможете нормально уже отыгрывать в начале сезона. Для... Почему я именно выбрал именно от первого лица в соло? Во-первых, ну, друзей не так много. И, во-вторых, от первого лица, в принципе, не так тяжело играть. И за это очков дают... Ну, очки для получения завоевателя нужны в разы меньше. Вот сейчас, под конец сезона, в складах требуется около 7000 очков. В этом же режиме, в соло от первого лица, требуется 4700. Это как, ну, ас-мастер. В принципе, его не трудно отыграть, тем более, в конец сезона, господи. Ну, а сейчас я вам расскажу, как правильно отыгрывать от первого лица. Во-первых, первое лицо – это ограниченное лицо. Что я под этим подразумеваю? А подразумеваю я то, что угол обзора сильно ограничен. И именно из-за этого играть агрессивно и открыто не стоит. Ведь в основном убеждает человек, увидевший вас впервые. Во-вторых, транспорт должен быть у вас всегда и под рукой, чтобы быстро перебраться в зону или сводить от человека, который начинает вас пушить. И вы не уверены, что сможете его закрыть. После того, как вы уехали от человека, вам следует занять наиболее выгодную, скрытую позицию. Главное, чтобы позиция не была открыта с другого ракурса для ваших противников. В-третьих, в начале катки следует убивать пару ботов, чтобы под конец катки не гоняться за киллами и играть скрытно. Важная часть для игры – всегда держаться посередине зоны. В непредсказуемом месте для противников. Заняв топ-20, уже можно понемножку активизироваться. То есть вы видите где-нибудь противников, быстро убиваем и меняем позицию. Но главное – не использовать никакой транспорт. Ведь если вы будете ездить, то по вам могут зажать половину оставшихся сервера. И запомните – главное – занятый топ. И выживаемость. Именно это – залог успешного взрывателя. Продолжение следует... Продолжение следует...